Здравствуйте! В эфире программа «Серьезные разговоры» Сегодня у нас в гостях главный врач Вологодского областного наркологического диспансера Анна Лубягина. Здравствуйте, Анна Валерьевна! Добрый вечер! Ну и как вы уже, наверное, догадались, сегодня будем говорить о проблемах наркомании. Анна Валерьевна, ну давайте начнем, наверное, с озвучивания масштаба катастрофы. Вот сколько выявляется ежегодно наркозависимых в Череповце? Ежегодно выявляется наркозависимых, если брать статистику за 13-й год, то выявлено именно людей, которых выявлен уже синдром зависимости от наркотиков, то есть, как говорят наркоманов, за 13-й год выявлено 87 человек. Если брать статистику вот уже начавшегося 14-го года, то есть за 5 месяцев, то за 5 месяцев выявлено 22 наркомана. Но это вот официальная статистика, да? Это совершенно верно, официальная статистика. Но вы ведь, наверное, да, можете прикинуть неофициальную статистику. Вот сколько у нас может быть наркозависимых? Давайте сначала пройдемся по официальной статистике. Вот на 1 июня 14-го года у нас состоит на диспансерном учете, то есть это опять людей, страдающих уже зависимостью от наркотических веществ, 1217 человек. Но принято считать, что на самом деле официальная статистика не отражает всей проблемы, и нужно умножать примерно эту цифру на 10. Вот, а почему не отражает? То есть нельзя принудительно лечить людей? Как они вообще попадают к вам? Совершенно верно. Принудительного лечения сейчас нет. То есть люди к нам попадают в добровольном порядке, которые сами желают получить помощь. Либо получить консультацию, либо они уже хотят поступить в стационар для стационарного лечения, то есть госпитализироваться. И они обращаются в добровольном порядке и уже к врачу на прием. И, собственно, врач уже смотрит, какое лечение им показано, дневной стационар, стационарная помощь или реабилитация. У нас реабилитационное отделение существует, единственное в городе Череповец, единственное на всю Вологодскую область. Также у нас еще попадают к нам каким образом? Когда привозят сотрудники, допустим, ГИБДД или других силовых структур. А принудительного лечения, к сожалению, нет. И эта проблема достаточно серьезная, потому что очень часто обращаются родственники, соседи. Говорят, что вот мы знаем, что человеку действительно нужна помощь. А наши больные этими отличаются, что они сначала не осознают глубину всей проблемы, не осознают того, что уже пора начинать лечиться, иначе будет уже поздно. Они обращаются к нам с просьбой недобровольно госпитализировать. Но, к сожалению, никакого законодательного акта нет, чтобы мы могли это сейчас сделать. Но госпитализация исключительно добровольная. Вот как поздно обращаются к вам? То есть на какой стадии болезни, если вот так добровольно не хотят идти? Ну, вообще, существует три стадии заболевания. На начальной стадии обращаются очень редко и, как правило, под давлением родственников или друзей. Приходят нам на лечение уже во вторую стадию, когда сформировался абстинентный синдром. На сленге наркоманов всем известна ломка. Когда человек уже испытывает физические страдания, психические страдания, болевой синдром, и он уже не может сам справиться с этим состоянием, и хочет уже тогда получить помощь медиков и обращается к нам для того, чтобы, соответственно, снять вот это болезненное состояние, получить помощь. Но, безусловно, есть и такие, которые уже осознали то, что уже нельзя так жить, осознали свои проблемы, что у них здоровье резко ухудшается, и приходят к нам уже на лечение. И такие люди, как правило, проходят полный курс и заканчиваются лечения реабилитационным процессом. Вот что обычно говорят пациенты? Вот что их побудило употреблять наркотики? Вы знаете, причины самые разные. Если брать подростков, здесь на первом месте выступает любопытство. Любопытство и желание подражать своему коллективу, не отставать, не быть белой вороной. А где деньги берут на наркотики? Хороший вопрос. Хороший вопрос, совершенно верно. Но ведь дело в том, что, вы понимаете, достаточно развитая индустрия, будем так говорить. И первую дозу, как правило, предлагают бесплатно, чтобы подростка просто вовлечь, просто познакомить его с этим, чтобы потом он уже изыскивал эти средства для приобретения следующей дозы наркотика. Но надо отметить еще такую печальную тенденцию, что сейчас появляется очень много синтетических аналогов наркотических веществ, что, в общем-то, они весьма дешевы и становятся более доступны для наших подростков, для молодых людей. И вот они приобретаются. Вот, например, всем известный джигурдам. Я думаю, что это на слуху у многих. То есть это синтетический канабиоид по типу марихуаны. И вот он, к сожалению, очень распространен в нашем городе. Анна Валерьевна, вот сказали, подростки из любопытства. А есть люди, которые уже более старшего возраста начинают употреблять наркотики? И что их побуждает? Безусловно, такие люди тоже есть. Во-первых, здесь есть стремление к получению удовольствия. Да, попробовать все в жизни нужно. Нужно понимать, что наркоманы – это не какие-то социальные люди, которые из низших слоев общества, будем говорить, неудачники какие-то. Люди совершенно разные, в том числе весьма успешные. Не употребляют наркотические вещества иногда потому, что это модно. А в другом случае, что нельзя употреблять алкоголь, будет запах, а расслабиться как-то нужно. Начинают употреблять наркотические вещества, чтобы снять стрессовое состояние. Думают, я один раз, ничего не будет. Но, к сожалению, как бы мы ни думали, что с одного раза ничего не бывает. Со мной именно этого не случится. Наркотик – достаточно коварная вещь. И зависимость все равно развивается. Постепенно, постепенно уже переходит во вторую стадию заболевания, как мы уже с вами говорили. И вот формируется в полной мере абстинентный синдром и со всеми вытекающими последствиями. Анна Валерьевна, вот социальный портрет вы обозначили. А вот каков психологический портрет наркомана? Что это за люди? Давайте будем уже говорить, наверное, о сформировавшихся стадии заболевания. То есть здесь достаточно интересный, если можно так сказать, портрет будет у наркомана. Дело в том, что у наркоманов интеллект достаточно длительное время сохраняется. Но вместе с тем морально-этические нормы очень быстро страдают, если можно так выразиться. То есть у наркоманов нет такого понятия, как дружба, семья. То есть я думаю, что многие слышали истории, когда наркоман бросает своих детей. Ну, естественно, про родителей я уже не говорю, что не проявляет к нему должного уважения и заботы. Выносит все из квартиры, чтобы продать. Цены вещи какие-то выносит, чтобы продать. И получить деньги на следующую дозу, чтобы употребить это, использовать для приобретения наркотика, в общем-то, и употребить. Это тоже очень важный момент. И самое главное, они достаточно лживы. При этом они вам в глаза рассказывают живописные, красочные истории, в которых простому обычному человеку трудно усомниться, поскольку это так рассказано. Искренне, да. Да, искренне, правдоподобно, что хочется ему верить и верить. Но, к сожалению, вот эта черта лживости, она присутствует у всех. И даже когда они у нас, например, находятся на лечении, и врать уже незачем, правда, мы уже про него все знаем. Вот он уже лежит у нас. В общем-то, мы знаем, что он наркоман, что он лечится. Но вместе с тем они начинают врать, мить сестрам, врачам. И когда им задаешь вопрос, зачем вы это делаете, они сами пожимают плечами, говорят, мы так привыкли. То есть эту психологическую составляющую трудно вылечить. Да, совершенно верно. И потом не надо забывать, что они склонны к именогенным различным действиям. То есть это кражи, как правило, да. Но опять же с целью заработать денег и приобрести наркотические вещества для употребления. Анна Валерьевна, вот упомянули вы уже такой распространенный наркотик. Это джигурда, есть еще дезаморфин. Вот насколько поподробнее вот об этих двух наркотиках. Давайте посмотрим. Опять сначала обратимся к статистике. Как мы с вами уже говорили, у нас на диспансерном учете, то есть людей, страдающих с синдромом зависимости от наркотиков, 1217 человек. При этом из них людей, страдающих опием, в зависимости от опиемной группы наркотиков, 937. То есть как раз дезаморфин. То, что мы говорим с вами, как раз дезаморфин. То есть это достаточно большая группа. Наркоманы дезаморфиновые, они есть, к сожалению, да. Дезаморфин продолжают употреблять. Я думаю, ни для кого не секрет, что приготовляется он из кадрин, содержащих таблеток, с использованием различных ингредиентов. Туда входит и бензин, и фосфор, и йод, и сода. То есть достаточно такой большой букет, если можно так сказать. Все это вводится внутривенно. Дезаморфин употребляется внутривенно. Естественно, никакой стерильности речи не идет. Об одноразовых шприцах речи не идет. Поэтому дезаморфиновые наркоманы очень часто получают в виде осложнений абсцессы, флегмоны, заражения крови, сепсис. Очень часто передаются инфекционные заболевания, такие как гепатит С, ВИЧ-инфекция. Это все им сопутствует, безусловно, употреблению вот этого наркотика дезаморфин. То есть я понимаю, так очень часто молодые люди погибают именно, да, вследствие вот этого? Совершенно верно. Погибают, как правило, от осложнений. То есть осложнения какие бывают? Вот инфекционного характера, то, что я озвучила, достаточно часто. В том числе на фоне потребления дезаморфина падает иммунитет. Соответственно, все другие инфекционные заболевания протекают молниеносно, такие как пневмония, туберкулез. То есть достаточно часто они и от этих заболеваний погибают. Но не нужно забывать, что еще и заражение крови присутствует, и такое заболевание, как тромбоэмболия, когда тромб отрывается, в общем-то, и приводит к мгновенной смерти. Такие тоже в случае смерти они существуют. Ну и, конечно, передозировка тоже имеет место быть. А вот кто чаще дезаморфин употребляет? Это асоциальные личности? Я так понимаю, что если варится все кустарно в домашних условиях как-то? Ну, давайте будем говорить о том, что люди, которые уже употребляют дезаморфин системно, они, в общем-то, уже со сформированной клиникой, да, то есть они употребляют наркотик не первый день. То есть понятно, что уже когда сформированы заболевания, наркоманы не работают, поскольку они физически этого не могут делать. У них целый день занят поиском наркотического вещества, его употреблением. Понятно, что у них уже проблемы в семье, то есть, как правило, уже в связи с их психологическим портретом, как вы сказали, они уже не интересуют их семья, то есть они не занимаются. Понятно, что это уже со стороны выглядит как асоциальная личность. Но не будем забывать, что когда-то, когда-то они, в общем-то, успешно учились, работали, не имели достаточно высокий социальный статус. Анна Валерьевна, да, принято говорить, в обществе есть тяжелые наркотики, есть легкие наркотики. Вот жигурда – это легкие или тяжелые наркотики? Хотя, я так понимаю, наркотиков вообще легких и тяжелых не бывает, да? Да, да. Хочется сразу возразить, что тяжелые, легкие наркотики – это, знаете, как сравнение, выпрыгнуть с 10 этажа или с 7-го. Ну, в общем-то, разница небольшая, согласитесь со мной, да? Поэтому медицинского разделения, безусловно, на тяжелые, на легкие наркотики не существует. Другое дело, что есть наркотические вещества, к которым привыкание развивается после первого употребления, есть, которые чуть-чуть подольше протекают у нас первая фаза заболевания, когда вот формируется уже физическая зависимость. Жигурда, как я вам уже сказала, это синтетический канабиоид. Это достаточно серьезный наркотик. Не надо думать, что вот это такой дизайнерский легкий наркотик, что вот я сейчас покурил, а завтра ничего не будет. К сожалению, опыт работы с такими потребителями этого наркотика показывает, что наркотик достаточно серьезный, поскольку он синтетический. Концентрация в одной дозе, в одном вот этом пакетике, достаточно высокая. Поэтому даже бывают случаи передозировки от однократного употребления, тем более человек, который ранее никогда ничего не употреблял и не пробовал. Очень часто, что стало, так сказать, новостью, возникают психозы на фоне потребления джигурды, что не характерно, допустим, для дезаморфина и героина. Очень часто на фоне джигурды вот развиваются психозы. И еще такая особенность, что достаточно быстро идет деградация именно интеллектуальной сферы. То есть в течение года уже, если человек ранее занимал какую-то должность, учился, то уже по истечении определенного времени видны эти изменения. То есть он уже не может выполнять прежнюю работу, он не в состоянии просто этим заниматься. Сколько уже выражена деградация личности идет. А вот какие еще есть последствия для организма? Я слышала, что там бывает отек горла, потеря зрения. Такое бывает? Или это пока все только мифы? Вы имеете в виду сейчас наркотик джигурду. В первую очередь, конечно, при употреблении вот этих синтетических аналогов канабиоидов развиваются именно психические последствия. То, что я вам сказала, это деградация личности, разрушение мышления, интеллекта, памяти нарушения. То есть человек, он уже в принципе не может существовать в том режиме, в котором существовал ранее. И еще такая особенность, что формируется депрессивное состояние. То есть депрессия, это всем известно, это пониженное настроение, нежелание ничего делать, апатия и склонность к суицидальным мыслям. То есть мыслям о самоубийстве. И еще такая особенность у потребителей джигурды, естественно, есть, что достаточно быстро развивается зависимость, и человек уже ничем не занимается, кроме того, что ищет средства на приобретение данного наркотического вещества, либо само это вещество, и, в общем-то, достаточно быстро он падает и по социальной лестнице. Потому что поэтому последствия достаточно серьезные. А когда человек находится в состоянии наркотического опьянения, понятно, что здесь уже речь не идет о соблюдении каких-то здоровых принципов жизни и так далее. Поэтому последствия достаточно серьезные. То есть они опасны не только для себя, но и для окружающих такие люди? Совершенно верно. Особенно когда в состоянии психоза, они очень опасны для окружающих. Потому что психоз, он проявляется в первую очередь в выраженном моторном возбуждении и в выраженной агрессии. То есть такой человек, в принципе, может совершать какие-то хаотичные, беспорядочные действия. И на фоне агрессии, конечно, она направлена, как правило, на окружающих причинять вред. В первую очередь именно окружающим, причем абсолютно посторонним людям. Анна Валерьевна, если еще год назад мы, может быть, говорили о том, что чаще подростки, молодые люди употребляют джигурду, а вот как сейчас дело обстоит? Ну, к сожалению, подростки тоже употребляют джигурду, да, поскольку это, в общем-то, наркотик, рассчитанный на молодежь, в результате того, что он и по стоимости достаточно доступен. И, как говорят, дизайнерский наркотик, то есть он в красивой упаковочке, как правило, распространяется через интернет основными пользователями, которые являются подростки и молодежь. Но прослеживается такая тенденция, что стали употреблять и более зрелые, так скажем, люди этот наркотик, что, в общем-то, это достаточно печальная тенденция. А какие наркотики употребляют еще череповчане? Есть ли какие-то новые? Вот жигурда появился в прошлом году, а вот еще может быть что-то... Появился новый тоже синтетический наркотик, это тоже синтетический аналог каннабиоидов с красивым названием фубинака. То есть, в принципе, он очень похож по действию на джигурду. Появился вот такой новый, будем отслеживать статистику. Анна Валерьевна, ну вот говорили мы сегодня много о подростках, и как вообще родителям распознать, что ребенок начал употреблять? Это вообще можно выявить как-то на ранней стадии? Безусловно, выявить на ранней стадии это можно, и не только можно, но и нужно. И в первую очередь родителям, конечно, нужно с вниманием относиться к своим детям, поскольку, опять же, вот мы, общаясь с детьми и с родителями, видим, что иногда родители приводят детей, а, в общем-то, о жизни ребенка ничего и не знают, и не могут даже доктору пояснить ситуацию. Поэтому в первую очередь это, конечно, пристальное внимание к своему подрастающему поколению. И можно разделить первые признаки употребления наркотических веществ на физиологические и психологические, да, то, что мы видим. То, что мы увидим, так сказать, соматически, да, то, что мы можем сами посмотреть. В первую очередь нужно оценить состояние кожных покровов, да, то есть может быть бледность, может быть покраснение. Обязательно нужно заглянуть в глаза ребенку, да, суженный зрачок, расширенный зрачок, покраснение склер, какой-то выраженный нехарактерный блеск глаз тоже это может быть. Обязательно нужно посмотреть, какой у ребенка аппетит, какой сон, потому что как раз вот при употреблении синтетических канабиоидов аппетит резко повышается и жажда. То есть это действительно видно, если ребенок ранее так себя не вел, то изменения эти налицо. Конечно, нужно смотреть и какие-то повреждения, и следы инъекции, понятно, запахи. Это тоже все нужно оценивать. Конечно, можно заглянуть и в карманы к ребенку и посмотреть, нет ли там что-то подозрительное, каких-то пакетиков, пилюлей и так далее. Обязательно нужно оценить поведение ребенка. Если, допустим, он раньше любил заниматься спортом или музыкой, то сейчас он свое хобби забросил, его это не интересует. А второй момент обязательно, который нужно всегда отслеживать, не поменял ли ваш ребенок круг общения. То есть если раньше это были, допустим, сверстники, школьники или там однокурсники, то теперь это, допустим, много старше ребята общаются, или, допустим, какая-то даже не очень благонадежная, так скажем. Обязательно нужно оценить успеваемость, поскольку при употреблении психоактивных веществ понятно, что успеваемость падает. Обязательно нужно посмотреть, не стал ли ребенок больше проводить в соцсетях, как он проводит свободное время, не стал ли он отлучаться в какое-то конкретное определенное время ежедневно, допустим, куда-то, не стал ли он больше просить денег необоснованно, да, на карманные расходы и так далее, не пропадают ли какие-либо ценные вещи из дома. Это все нужно отследить. И самое главное, не нужно бояться. Если даже вы что-то заметили, и у родителя возникло подозрение, в любом случае нужно обратиться к детскому наркологу, тем более, что такая помощь может оказываться анонимна, то есть врач проконсультирует, никуда он не поставит ни на учет, но зато даст какой-то ценный совет поговорить с ребенком. И у ребенка изменится отношение к наркотическому веществу, поскольку не все же дети понимают, насколько это опасно. Кажется, что это баловство, игра или еще что-то подобное. Поэтому ни в коем случае не нужно оставлять эту проблему дома, нужно обязательно обратиться к наркологу. Анна Валерьевна, а насколько часто именно родственники не перезнают проблему и говорят, нет, он у нас нормальный, не надо его лечить. И вообще, что вы предстали к человеку? К сожалению, на самом деле это есть. И при том, что скрывается именно такая ситуация в начальных стадиях. А именно в начальных стадиях, вы сами понимаете, это самое эффективное лечение, когда человека можно вернуть в социальную среду без каких-то последствий для физического и психического состояния. Но вот именно в этот момент родственники пытаются скрывать. И может быть им стыдно выносить, что именно в их семье возникла такая проблема, потому что почему-то у нас считается это заболевание некоторым штампом. И люди стараются это скрывать. В самом деле заболевание не бывает плохих, хороших. Болезнь, она всегда болезнь. И требует именно лечения и компетентного вмешательства. Там ни в коем случае это замалчивать нельзя. Мы очень приветствуем, когда родственники сами приводят, ничего не скрывают. И, в общем-то, наоборот, помогают доктору справиться с этой болезнью близкого человека. Анна Валерьевна, ну и напоследок мало времени совсем остается. Вопрос от телезрителей. Если водитель проходит освидетельствование на состояние наркотического опьянения, их ставят на учет в случае обнаружения наркотика в крови и насколько трудно потом, после лечения, получить справку от нарколога? Опять же распространенный штамп. И самое главное, насколько трудно получить справку. В первую очередь нужно думать о своем состоянии здоровья. Почему человек в состоянии опьянения, во-первых, почему он наркотик употребляет, а во-вторых, почему он в состоянии опьянения сел за руль, значит, уже возникают какие-то сомнения в здоровье человека. Согласитесь, что, в общем-то, социально ответственный человек никогда не сядет в состоянии опьянения за руль. Но, безусловно, когда человек попадает к нам на освидетельствование, на экспертизу опьянения, если в крови его выявляется в биологических средах, будем так говорить, то есть выявление происходит в моче, выявляется наркотическое вещество, он обязательно берется в группу риска, он находится в нашей базе. И когда он обращается к доктору по какой-то причине, за справкой или, может быть, за советом, это все обязательно оценивается. Доктор его всесторонне обследует, обязательно направляет к психологу, и уже решается вопрос, болен человек или не болен. Если доктор признает, что человек действительно болен, он ставится на учет, наблюдается у нас, как положено. И когда человек пронаблюдался, и доктор видит, что у него стойкая ремиссия, или, предположим, если у него был диагноз пагубное употребление, то есть, возможно, полное выздоровление, человек уже здоров, тогда, конечно, справка ему выдается через врачебную комиссию. Эту процедуру я не считаю какой-то сложной, как вот тут говорят, да, сложно ли получить, потому что мы сами все должны понимать, что мы ездим по одной дороге, и если мы будем свободно выдавать справки людям, потребляющим наркотик, то завтра, в общем-то, каждый из нас с вами может попасть в аварию с этим человеком. И хорошо, если пострадают только автомобили. Анна Валерьевна, спасибо, что пришли к нам в студию. Важную тему мы с вами сегодня затронули. Приходите к нам еще обязательно. Спасибо. Ну, а я напоминаю, сегодня у нас в гостях была главный врач Вологодского областного наркологического диспансера номер 2 Анна Лубягина. Это была программа «Серьезный разговор». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин